Ситуация с ночными событиями на северо-западе Челябинска начинает и проясняться, и запутываться одновременно. Напомню, камеры видеонаблюдения зафиксировали очень странное явление. Сегодня к нам в редакцию позвонил один из участников этого ЧП. По его словам, он не только видел нечто, но и успел снять это на мобильный телефон. Алексей Мальцев и Константин Коновалов студенты. В ту ночь они возвращались из клуба и решили сфотографироваться у местной достопримечательности Пушкина, перекрестки молодогвардейцев и Победы. Сегодня эти двое студентов стали героями одного из самых посещаемых ресурсов интернета – Ютуба. Ссылки под названием «НЛО в Челябинске». Где? Опа! Опа, ни хуй, смотри! Во время того, как я залазил на пушку, там видно вот на видео, как раз таки я увидел, как остановилась машина, и там что-то необычное мелькало. Студенты попытались поймать объект камеры телефона, однако он двигался с невероятной скоростью. На естественный вопрос, а много ли парни выпили в клубе, отвечают. Сначала решили, что во всем действительно виновата пиво. Ну, было дело, конечно, но телефон же не врет. Константин твердо уверен, желтый шар им не померещился. Он четко помнит, люди на трамвайной остановке также его видели. Какой-то объект непонятный совершенно. То есть кадр поймался? Кадр поймался. Нечто шлейфа какого-то по окружности двигается, как-то не знаю. Внезапно начавшаяся странная карусель примерно через 10 секунд также внезапно и прекратилась. Студенты уверены, они встретились с настоящим НЛО. Правда, единственным объективным доказательством встречи, кроме исчезнувших записей компании «Интерсвязь», теперь стало лишь это мобильное видео. Вячеслав Холмс, Виталий Черепанов, Вести, Южный Урал. Субтитры создавал DimaTorzok